ну я явно слышу какой-то фон как радио какое-то понятно ну хорошо значит у вас сейчас никакой ценной информации на диске нет ну хорошо давайте удаляйте раздел за разделом вставайте подсвечивайте на линукс своп отключить включить до отмонтировать раздел 7 7 раздел отмонтировать а удаляйте раздел расширенный не хочет но тогда удаляйте 7 6 5 разделы удаляйте не форматируйте все готов ну вот теперь значит пойдем устройство и создадим таблицу разделов подождите мы это удалить удалили а применить не применили создадим таблицу раздела мсдос не надо больше никакие другие это он так реагирует на вашу флешку видите sdb теперь так что делаем значит создавайте размер ну для linux mint а вы помните что у меня там несмотря на все то что там было напихано было 50 гигабайт а было занято только 10 поэтому в принципе 50 гигабайт выделяйте под лмц создавайте размер формате там extension 3 мы потому что создадим размер хоум и у вас там будет много чего хватать 50 гигабайт давайте подлину смен создавать раздел новый теперь значит чтобы получать точные цифры откройте калькулятор значит вот запомните такая штучка чтобы получать целочисленные значения 1024 умножить на 50 гигабайт и вот это число а не 50 гигабайт вам нужно будет вот поставить вот сюда да ну до 0 еще поставьте да теперь встаете сюда он сам там перераспределяется значит если вы собираетесь пользоваться виндой и акронисом то лучше делать не extension 4 а extension 3 для пользователя вообще это роли особо не играет ну вот для винды чтобы одновременно пользоваться и виндой и на линуксом лучше extension 3 а здесь напишем л м си галочку нажимаете приступить применять сразу каждый применяйте применять теперь создадим раздел для винды но для винды на всякий случай 100 гигабайт давайте это будет сто два четыреста вот здесь вот пишите сто два четыреста затем курсором встаете вот сюда он автоматически подсчитывает все остальное а здесь пишет выбираете да а здесь пишите у вас допустим windows 10 применяем сколько у вас объем оперативной памяти 8 ну значит создавайте своп файл на 8 гигабайт новый опять-таки 8 умножить на 1024 1 0 надо убрать да перескакивать перескакивать да и здесь выбираете своп здесь метка что будет ну тоже можете написать своп своп язык надо перескакивать то есть вот что мы сделали мы значит в качестве основных разделов выделили раздел под linux mint более чем достаточный выделили раздел для винды и своп а все остальное не размеченное пространство размечаете как расширенный раздел новый а теперь создать не как основной раздел а как расширенный и добавить не надо ни меток здесь ничего галочку а а у меня вопрос в одном ролике не не ваш ролик парень рекомендовал своп ставить в начале практически разницы это вообще никакой не играет в начале в конце на основном разделе на основном разделе на расширенном потому что сам по себе файлик своп используется не часто и вот лично я практически вообще не заметил что-либо такого особенного ну теперь ладно смотрим дальше значит значит что я обычно значит рекомендую ну давайте так где-нибудь под 300 гигабайт создадим кладовочку теперь как вот я беру копирую создать новый да и вот сюда я просто-напросто вот то что мы уже подсчитали вставить 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 перескочили перес ну вставили то не то сейчас я так перепишу 30 а теперь в extension 3 и теперь меточку то мы ему напишем вот такой вот пишите home да исполнить а раздел рут получается не создается что ли рут будет сидеть на основном разделе в лмц а ясно на фару с Потом пойти сюда, пойти на самые последние подробности и посмотреть. Циферки меняются, значит процесс идет. Значит процесс идет, понятно, да? А так просто ждем. То есть у вас подраздел Home будет отведена преогромаднейшая кладовочка, которая будет там хранить все эти ваши там настройки. Во всем остальном решили какой-то новый Mint поставить, новый Linux. Выделили там 30 гигабайт. Когда вы будете ставить, его подключите к разделу Home. А вот теперь что будем делать? Под винду разметите там сами себя. Кладовочку возьмете. Ну или сейчас сделаете себе там под 200 гигабайт, допустим, кладовочку. Давайте в это самое... Умножить на 1024. Ну вот, заводите здесь. Значит, НТФС. А здесь НТФС. А здесь, ну лично я, я обычно пишу так, дата, то есть данные. Все тогда ясно и понятно, что это данные, значит, под галочку «Вставки на исполнение». И вот еще осталось 200 гигабайт под всякие ваши фокусы-покусы. Я предлагаю, значит, потому что все равно у вас, как говорится, в одном месте шило будет сидеть. Сделайте, значит, два раздела Extension 3 по 30 гигабайт для опытов с разными Linux. Поэтому создавайте сейчас раздел на 30 гигабайт. 30 умножить на 1024. Сколько будет? 30 умножить на 1024. Сколько будет? 36 так. И обязательно нужно, да, Extension 3. А здесь напишите в метке, значит, ну, допустим так. ВРК, допустим, 1, то есть рабочая. Рабочая 1. Рабочая 1. ВРК, допустим, 1. Игнорировать. Это он так реагирует на вашу флешку. И еще один. Сделайте раздел. ВРК 2 тоже на 30 гигабайт. То есть 30, 72, 0. Перескать, да, Extension 3. Я еще раз объясняю, почему Extension 3. Потому что тогда он будет эти разделы... И Acronis видит... Acronis будет видеть разделы Linux. И Linux будет все нормально видеть. Добавить, да. Применить. То есть это вам уже, вот, получается с запасом, так сказать, на ваши возможные, как говорится, там, опыты дальнейшие, которые вы будете там с Linux делать, закрыть. Игнорировать. И еще 200 гигабайт вам остается, там уже сами распорядитесь, придумайте, куда их ставить. Теперь, значит, закрываем калькулятор. Это, в принципе, так. Я, наверное... Ну, опять же, кладовочка есть под Linux. Все есть. В принципе, можно их после разметить, да? Конечно. Я вам и говорю, что закрывайте G-Party и открывайте программу SystemBug. SystemBug. И копировать теперь, да? Да. Значит... Копировать. Вставайте курсором на раздел LMC, на первый раздел SDA1. Вот. Точка монтирования. Да. Корень, да? Да. SX3 остается. Теперь, значит, мы вот зелененькую стрелочку нажимаем. Вот оно сюда ушло, и вот видите, крестик стоит, формат. Но теперь мы бежим вот сюда, и вот здесь вот выбираем еще и Home. И поскольку мы это делаем первый раз, то мы форматирование-то оставляем. А вот когда вы будете уже подключать второй, третий, там, четвертый разновидностей Linux, вот эту галочку вы будете снимать, но стрелочку-то будете нажимать. А так вот, у нас Linux убежит, root убежит вот сюда, а Home оно и будет подсоединено к Home. Понятно, да? А в последующих Linux здесь тоже Clary Home будет ставить? Да. Просто монтирование. Да, да, но только будет сниматься форматирование. Сниматься формат. Да. А теперь, значит, нажимаете на следующее. И теперь, значит, откройте мне... Ага, вот есть. Я хочу сделать... Сейчас, одну секунду. Я хочу меньше сделать. Да, совсем маленьким его сделать. Начинаем. Так, 19.57. Ну, вот тут и напишите. 19.57. 19.57. Ну, подождем. Обычно там не больше, там, пяти, шести, там, минут ставится. Ну, я обратил внимание, он всегда фиксируется. Ну, чтобы пользователи видели, что, в принципе, поставить вот настроенную уже сборку, это отнимает абсолютно немного времени. Да, да. Теперь, насколько я понимаю, мы ставим Linux Lite или... А, Linux Mint мы ставим. Нет, Cinnamon. Да, Mint Cinnamon. Потому что вот эта картинка, кубики, она обычно всегда сидит в Linux Lite. Нет. Меня просто спасли. Нет, я ее просто нашел. Ничего, ничего, нормально все. Устаню. Так, ядрышко стоит не самый последний, но ничего страшного. Когда мы все это дело сделаем, вы перезагрузитесь и уже с жесткого диска компьютера снова со мной свяжетесь и мы там некоторые нюансы настройки подшлифуем. Хорошо. То есть, вы мне еще раз, как говорится, перезвоните. А я делаю вот этот видеоролик, сделаю учебный для пользователей, чтобы люди видели, как вот сделать разметку жесткого диска, но с учетом того, что делается разметка или выделяется раздел для Home. А может быть, даже возьмем еще какой-нибудь другой Linux и его запишем на флешку и тоже подключим к Home. Я покажу, как это делать, чтобы у вас было два Linux, чтобы вы пользовались, как говорится, общими настройками. То есть, мы можем сразу засадить туда, к примеру, Linux Mint Sonomon и Linux Mint X Face, без разницы. Так, то есть, вы сейчас запись ведете, да? Я запись веду, потому что это же для людей нужно. Да, если будет ролик, конечно, это замечательно. И вам на память останется, как говорится. И людям будет наглядно видно. Вы мне сказали, что вы из какого-то очень редкого города, там где-то на О, по-моему, называется, да? О, Орск. Орск. Это Оренбургская область. Здесь у нас рядом граница с Казахстаном уже. А, понятно. И Челягинская область тоже рядом. Понятно. Я смотрю по времени. То есть, у меня-то 3 часа дня, а у вас уже 8 часов вечера. В 8 вечера у вас, да? Да, да. Это получается разница 20 дней, 15, 5 часов. Нормально. Так вот, хочу обратить внимание на что. Что Винда, в принципе, я таких вещей не наблюдал. Чтобы можно было вот так вот общаться, допустим, с флешки, с живой установленной Виндой. Чтобы можно было вот так вот общаться, что-то там делать по TeamViewer. И плюс еще устанавливать программу. То есть, на Винде это просто абсурд. А здесь, значит, вы, находясь на какой-то там несчастной флешке, вы со мной общаетесь, значит, через TeamViewer. Да, по-моему, еще и Skype у нас подключен. Плюс, значит, я объясняю, рассказываю, показываю, чего там, как сделать. Вы же потом, думаю, тоже сможете помочь не одному пользователю. В любом месте, теперь в любом месте, потому что... Ну, вы понимаете, как говорится, лихо беды начала. То есть, у вас будет видеоролик, потом у вас есть мой блог, там тоже масса видеороликов с программой TeamViewer, как я это дело делаю. Вот, и вы сможете таким же образом помогать людям, в частности, в разметке, допустим, жесткого диска. Почему бы и нет. То есть, когда один-два раза вот этого дела сделаешь, потом уже становится как-то проще. И людям показываешь. У меня 90... Да, ну, как и в любом деле, во всем опыте... Раз-два-три сделал, да, а там уже, ну, дальше, как говорится, уже... Себе-то уже легче все узнают. Да, да, да. Самое интересное, что аудитория у меня 97% это мужчины. А женская публика, значит, ну, 3%. Правда, вот парочка тут мне дам, ну, они еще там писали свои отзывы, что тоже вроде бы понятно, вот, нормально все. Вот, но в основном 97% аудитории, значит, это публика, скажем так, мужская. Тем не менее, значит, вот, для меня, собственно говоря, без разницы, там, пол, возраст, там, расовое происхождение, там, и так далее. Ну, говорим на одном языке, нормально, понимаем, нормально. Конечно. Значит, последний ролик я, значит, сделал, вот у меня, вместе мы сделали с Сергеем Тимченко из Украины. Да, я смотрел ваш ролик, вот этот вот последний, я, конечно, больших возможностей на данный момент нет, но что-то постараюсь. Да, ну, вы поймите, там даже написано прямым текстом, там, как говорится, сумма минимальная, один доллар, я думаю, ну, где угодно можно найти. Да, это сделано. Я просто, а, кстати, вот что, Игорь, у меня к вам просьба, значит, напишите, какую минимальную сумму позволяет привести на счет Сергея ваш банк, потому что, если можно, там, по одному доллару, ну, тогда и проще, я людям и скажу. Так, значит, у нас 6 минут заняла установка полностью настроенной операционной системы на жесткий диск вашего компьютера. Теперь, значит, вы перезагружаетесь, связываетесь снова со мной, значит, по скайпу, и мы там дальше уже заменемся дальнейшей шлифовкой системы. А здесь вот я просто хочу, чтобы вот люди видели, вот, 7,53 гигабайт на флешке, вот, чтобы люди видели, вот, без дураков-то, то есть, в этот момент, то, что мы сейчас сделали, это все делали как? Я сижу, как говорится, у себя там в Ливерпуле в Англии, а вы находитесь, как говорится, в Оренбургской области. И никакие нам расстояния, да, и никакие расстояния нам не помеха. Ну, ладно, значит, я жду вашего звоночка уже с жесткого диска вашего компьютера. Все, хорошо. Давайте. Рут-отдел 49 гигабайт, видите, да? И 39, и 39 свободно. То есть, тут еще, ой-ой-ой, сколько места. Ну, плюс у вас имеется, вот, папочка Home, где хранятся все ваши, скажем так, настройки. И если, допустим, вот, я сейчас попробую правой кнопкой мышки по вашей верхней панельке кликнуть, а что-то у меня... Ага, есть. Так, одну секундочку дайте мне. Ага. Пошли везут. Да, уж сильно у вас она, это самое. Понимаете, вот, посмотрите на ширину нижней панели и на верхнюю. Вот, теперь они где-то близки по ширине. Угу. То есть, уж совсем маленькая была. Так вот, значит, если мы файловым менеджером зайдем теперь в директорию Home, домашнюю папочку, то мы, значит, вот увидим основные папки. Но чтобы посмотреть скрытые папочки, что нужно сделать? Во вкладке вид нужно включить опцию скрытые файлы. Или нажать комбинацию клавиш Ctrl-H. Значит, и вот теперь, значит... Ну, даже вот так вот я сделаю. Вот, посмотрите. Вот, скрытые папочки, они идут с точечками. Тут и Adobe у вас, и конки есть там, и конфигурация, значит, тут... Чего там, к чему, и Cherry 3 там, и прочее, прочее, прочее. То есть, очень много файлов с настройками. Но сама папочка тоже, опять-таки, поглядите. 295 гигабайт, а 278 свободно. То есть, у вас и здесь, и здесь очень, скажем, большие резервы. И плюс мы еще на папочку ВРК1, может быть, сегодня, если время будет, поставим еще какую-нибудь сборочку Минта. Там, X-Face, например. Да любую можем поставить. Давайте, значит, здесь посмотрим, во-первых. Первое. Значит, ну, как всегда. Значит, настройка даты и времени. То есть, у вас нормальная часовая полоса, и время у вас сходится, вот, 20-18. Да, соответствует. Соответствует. Выключаем это дело. Дальше, значит, пошли. Значит, настройка модуля вот этого. Даже так. Не хочет, так мы через клавиатуру... Ага. Мы сюда вот зайдем в клавиатуру. Э, тю-тю-тю-тю. Нет. не сюда я хотел выйти до в раскладке но многие используются английскую русскую я смысле американскую русскую я использую английскую вкнут просто будет флажок отличаться и все если нужно еще какую-нибудь добавить клавиатуру то вот это добавляется вот отсюда нажимается значит выбирается там язык любой хоть какой он добавляется как говорится и дело в шляпе ладно дальше погода добавить оплеты на панель идем на оплеты в сети нашла ошибка вот погода мы ее значит добавляем и плюс вот здесь вот еще добавим одну такую штучку вот эту и теперь перескакиваем на вот сюда значит добавляем на панель ее и добавляем на панель быстрое выключение а значит индекс значит идем сюда на стройка узнать мое местонахождение нажмите на узнать мое местонахождение нажмите на узнать мое местонахождение ну напишите сначала свой ну напишите сначала свой да ну правая кнопка мышки скопировать ну правая кнопка мышки скопировать да теперь стоп 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 показывать прогноз на пять дней а вот эту длиннющую надпись там ветреная безоблачно мы просто напросто убираем да ну теперь смотрите все хорошо вижу нажмите прогноз на пять дней прогноз на пять дней и Орск он зацепил если еще раз кликнуть в любом месте экрана или он уходит ну а это вы уже знаете да это закон конечно ну вот то есть вот основные значит вот такие вот моменты плюс значит обычно что пользователям еще нужно будет что они хотят делать когда вот полностью уже все поднастроят они бегут сюда и значит заводите пароль и они значит встают сюда и меняют пароль заходят вот сюда на пароль и его значит меняют нет нет такой необходимости да вот у вас уже все это дело вы сделали так теперь значит проверим самое главное значит на каком языке у вас записалась программа system bug ага на английском ну это уже хорошо на английском понятно и значит насколько мне помнится значит каспер у вас был принудительно поставлен без изменений я его сегодня пришлось мне переустанавливать каспер потому что стал он распроверять а он у меня не запускается и я опять же помню что видел у вас этот ролик по поводу каспера и переустановил ну давайте зайдите проверим на всякий случай а а а а ну тогда нормально все тогда можно это дело закрывать ну и теперь значит что мы сейчас сделаем значит давайте-ка а вот еще посмотрим запускается ли у нас супер бут менеджер ну и здесь вот можно так вот делать бурк и вот у вас примерно он может сделать чтобы у вас менюшка выглядела вот таким образом ну я обычно рекавери убираю ладно значит что мы сейчас сделаем давайте-ка так зайдите ко мне на мой блог так так откуда у вас быстрее всего скачивается с гугл драйва с яндекса с меги мне кажется подольше это все достаточно этот пока свернуть мои настройки остались а фон поменял а файл это новый юшисты и другие или цвета цвета да по барабану вот смотрите сюда набирайте своп и вот он там кучу там всего откидывает а нам нужно вот how to enable то есть как подключить и вот здесь вот указывается путь вот что такое вот значит нам нужно открыть вот в этой папочке вот этот файлик в крузедере в корневом режиме и написать туда только не sda5 уберите руки от мышки ничего не делается я сейчас вот тут вот вот я написал а теперь что делаем вот я просто беру копирую заходите в корневой режим крузейдера и вот теперь смотрим нажимаем выход в корень вот вот etc и файлик fstab будет вот здесь когда закончатся все папочки оп промахнулись вот этот файлик мы его открываем в режиме правки и вот здесь самым наглым образом берем и вставляем вот такую вот фразу просто дополнительно вставляем строку да только мы посмотрели предварительно на каком разделе у нас все это дело установлено теперь значит что делаем дальше вишенка у нас была свернутая вот идем сюда и чтобы не перезагружать компьютер мы сейчас вот в терминале наберем вот эту команду посмотрите стоп 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 1 секунд не надо ничего руки уберите вот посмотрите файл файл подкачки 0 и 0 да теперь значит а почему ну снова зайдите в вишенку скопируйте и вставьте суда своп он а вставить enter enter заводите пароль свой вот все теперь закрываем терминальчик закрываем вишенку и теперь уже видите не 0 из 0 а 0 из 8 то есть файл подкачки теперь у нас подсоединен оперативка видно как используется центральный процессор значит видно что отдается в интернет что берется значит все видно все нормально в интернет